Это вторая часть видео об Алёше Айтипедии. Знаете, вышло крайне удобно. Я выкладываю своё разоблачение, и буквально через неделю Лёша срётся со Стасом. Что лишь вдвойне подтверждает мои выводы. Что это не какая-то субъективная хуйня, которую заметил только я. Со Стасом у нас аргументы плюс-минус одинаковые. Стас в большей степени говорил о том, что Лёша русофоб, не уважает жителей СНГ, и вот это вот всё. Да, я с этим абсолютно согласен, но в моём видео речь шла ещё о рекламе. И изменя своим собственным принципам. Мы русские, мы хуже собак. Нам дай мешок. Ебать, чё он нахуй несёт? Я, конечно, люблю собак, но, бля, я понимаю, чё он пытается этим сказать. Это пиздец, чё за хуйня? По второму кругу мы это всё обсуждать не будем. Предлагаю взглянуть на конфликт Стаса и Лёши со стороны. Из рассказов Стаса и Лёши можно сделать вывод, что у них довольно давно уже напряжённые отношения. Так как Стас коммунист, Лёша правый, и они регулярно между собой спорили. И каждый раз, когда Шевцов на стриме говорил какую-то хуйню, Стас каждый раз просил пояснить за это Шевцова. Ну а-ля он там считает, что все марксисты долбоёбы, и Стас ему пишет. А почему ты так считаешь, давай поспорим. В принципе, конфликтом это назвать нельзя. Ребята просто общались и пытались поспорить, прийти к какой-то истине. Я зачастую сам так делаю с друзьями. Но происходит то, что происходит. Лёша делает пост, посвящённый блогеру Бэткомедиону в своём Телеграме, где он засирает его аудиторию, говорит, что она самая токсичная на Ютубе, вот это вот всё. Я охуеваю с лицемерия этого маленького хуесоса. Вот вам статистика моего видео про Шевцова. Где я буквально на 10-15 секунде говорю, прежде чем поставить лайки и дизлайки, досмотрите это видео до конца, а потом уже делайте выводы. И что вы думаете? Проходит пара минут с того, как я выложил видео, и уже летят дизлайки. Хотя видео идёт более 10 минут. Так что, Лёша, самая тупая и конченая аудитория на Ютубе именно у тебя. Это тупые хомяки без собственного мнения, которые готовы засрать любого за своего папочку. И кстати, про папочку. Я когда делал свой первый видос, у меня появилась эта идея, но я не успел это записать. Моя теория, почему школьники настолько фанатеют от Шевцова и засирают всех и вся, если кто-то его поносит. Шевцов это некий интернет-батя для школьников, который учит их жизни, даёт советы, как вести себя с девушками, с друзьями, как зарабатывать деньги, учит их политики. То есть всем тем вещам, которым должны учить ваши родители, друзья, близкие, окружение. Но, либо из-за плохих семейных отношений, либо из-за чего-то другого, вас этому никто не обучает. И тут появляется интернет-карлик Лёша Шевцов, который все эти знания даёт вам из своей головы. И по факту является для вас неким интернет-родителем. Скорее даже чем-то средним между другом и интернет-родителем. На точке зрения которого вы полностью основываете своё мировоззрение, доверяете ему, верите. Это знаете, как с родителями. Они могут быть конченными долбоёбами, нести полную хуйню, но так как это родители, к ним всё равно есть уважение. И ты всё равно им веришь. Тут такая же ситуация. И именно поэтому школьники так защищают Лёшу. Мне кажется, в этой теории что-то есть. Давайте вернёмся к конфликту Стаса с Лёшей. Так вот, Лёша выкладывает в Телеграм-порт, где поносит Бэткомедиана, называя его аудиторию самой ебанутой, что является бредом по определению. Стас это уже не выдерживает. Так как он является хорошим товарищем Бэда, и они неплохо общаются в реальной жизни. Я не знаю, что возмутило Стаса больше. Сам факт, что Шевцов засирает его друга, или же то, что он написал, вот а-ля про мою нетоксичную аудиторию и про ебанутую аудиторию Бэткомедиана. Меня лично смутило именно это. И дальше начался Телеграм-срач. В общем, Стас не выдерживает скопления всего этого шевцовского бреда и решает дать ответку. Первое время они перестреливались постами в Телеграме. Хуесосили аудитории друг друга, пытались как-то задеть и вот это вот всё. Но я думаю, Стас понял, насколько Шевцов конченый лицемер в реальности, и решается записать реакцию на одно из его старых видео, которое кристально чисто показывает, что из себя представляет Шевцов на самом деле. Что это ебучий демагог, который делает видосы без сценария, по своей сути является нацистом и русофобом. Что бы он вам ни говорил. Мы русские, мы хуже собак. Нам дай мешок. Ебать, чё он нахуй несёт? И после реакции Стаса, Лёшенька спустя полдня, видимо ночью готовился, снимал всё это, утром выкладывает ответку на канале Джоли Гольф. Видимо на Шевцова и Айтипедию выкладывать не хочется, ещё потеряет рекламодателей. Так что да, ответка была на Джоли Гольф. Где, как Стас и предполагал, Шевцов плачется, что его снова кинули, что у него был друг, который его снова предал, и вот эта вот вся лицемерная хуйня. Что он никогда сам не начинает конфликты, хотя ты, сука, неделю назад сам начал гнать на Бэткомедиана, засирая его аудиторию. Или, блядь, ты это уже не помнишь, ёбаный ты Карли. Он предупреждал, что в этом видео я буду давить на жалость. Зная меня, вы знаете, как я к этому отношусь. Но я терпел, потому что я хотел сохранить дружбу. Я до последнего пытался её сохранить. Он в этом видео извинился за свои высказывания, причём он сказал, что придерживается всё тех же взглядов, но был громок лишь в своих словах. И стал делать такие видео чуть более аккуратно. То есть Лёша сам признаётся, что он исповедует такие взгляды, и что он их пропагандирует, но только чуть более осторожно, не кидаясь такими словами. Если бы я вернулся на 4 года назад, естественно, многие формулировки, озвученные там, я бы не произнёс. Здесь надо понимать, что я 4-х летней давности это очень токсичный и злой персонаж на Ютубе, который вывозил за счёт того, что он просто бомбит задницы. При этом, даже когда я стараюсь преподнести какую-то мысль, которую я считаю правильной. Понимаете, я не конченый ватник. Я вообще не ватник. Но для меня оскорбительно, как для русского человека и части русской культуры, что меня, моих близких, называют существами хуже собак. Особенно, когда это делает полуторометровая закомплексованная хуйня. Вдвойне обидно. Так что я считаю, Шевцов абсолютно заслужил всё то говно, которое сейчас на него льётся. И я надеюсь, хотя бы Стас сможет разъебать эту шелупень. Может быть, у него больше не будет таких хороших рекламных контрактов. Будет меньше спонсоров. Этого достаточно просто скачать приложение Тинькофф Инвестиции. Но я думаю, это пойдёт Лёше на полюс. Либо он станет умнее, перестанет нести хуйню, либо он продолжит всё это делать, и со временем интернет о нём просто забудет. Всё же есть что-то тёплое, что меня связывает с Лёшей. Как я помню, ещё в старшей школе его смотрел. Так что я надеюсь, Лёша исправится и перестанет нести хуйню. По скриптуму. Лёша засирал Стаса за то, что в Телеграме тот блокирует подписчиков Лёши, хотя в этот же день сам просто закрыл комментарии. Браво!